Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова стали победителем югорского лыжного марафона. В субботу завершился забег свободным стилем. Участие в нем приняли более трех с половиной тысяч человек. Это новый рекорд югорского марафона. По традиции любители спорта прошли три дистанции. 5, 25 и 50 километров. Конечно, все внимание было приковано к полтиннику. Там за корону бились знаменитые лыжники и биатлонисты. Но не одними действующими звездами спорта был интересен марафон. Здесь прямо на трассе, что называется, загорались новые маленькие звездочки. О чем речь? Узнаете из сюжета Дмитрия Пришвецина. Это очень приятно, что столько у нас маленьких детей занимается лыжами. И сегодня они не побоялись и вышли на такое крупное мероприятие, на такой крупный старт. Видеть счастливые лица детей, что они идут рядом со взрослыми. Видят и говорят, о, вон лидеры идут, а хвост тянется. Народу прям очень много. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Ну что ж, уверенно и верно идем к олимпийскому золоту. Дети стали главным открытием югорского марафона. На лыжи встали не только школьники, но и воспитанники детских садов. Если кто-то сделал свои первые шаги на лыжах, то некоторые малыши замахнулись и на серьезные дистанции. Рада Ясавеева к своим пяти годам может пройти и пять километров. Но пока в сопровождении бабушки. Неужели она сама сейчас пять километров прошла? Ну, где-то маленечко за руку поддерживала. Три километра, четыре уже начала уставать. Я горжусь тобой. Я думал, догоню вас, не догнал. Вышли на старты будущие мамы. Югорская биатлонистка Анастасия Поршнева в этом году бежала в маленький круг. Дело в том, что их семья ждет пополнения. Так что, можно сказать, они прошли по два с половиной километра на каждого. Пять километров Настя бежала в свое удовольствие, а вот у мальчишек и девчонок была мотивация обогнать чемпиона страны на финише. Сегодня я конкурировала с маленькими детьми, наверное, вот такого возраста. И когда в финишном створе мы ехали с одним мальчиком, мы боролись за последних метров. Я видела, как он упирался. Борьба в финишном створе была и среди чемпионов. За победу боролись сразу шесть спортсменов. Призер Олимпиады в Пекине лыжник Иван Якимушкин заходил в створ пятым, но сумел перед самой чертой обойти своих конкурентов. И кто же здесь выиграет воздушку? Три лыжника практически. Я максимально старался прийти к финишному коридору близко в голове и там уже максимально попытаться взорваться именно на финиш. То есть все получилось относительно того, что я рассчитывал. Фотофиниш поставил трехкратного призера Олимпийских игр Эдуарда Латыпова на второе место. Так что биатлонисты вновь уступили лыжникам. Лыжники победили сегодня. И Иван Якимушкин первое место, но все равно очень довольны сегодняшним результатом. Среди таких сильных спортсменов удалось занять такое высокое место. Причем для меня югорский марафон первый. Эдуард, раздавая интервью и фотографируясь с фанатами, едва не остался без медали. Хорошо, что мы были рядом и он получил заслуженную награду. Для олимпийского чемпиона Евгения Дементьева югорский лыжный марафон в этом году заиграл новыми красками. Из-за сломанных палок югорчанин выбыл из лидирующей группы еще после первого круга. А дальше навязывал борьбу на финише любителям. Он сегодня посмотрел лыжный марафон с другой стороны на пятисотых местах. Какая там борьба, какие там разговоры. То есть это же абсолютно другая жизнь. Евгений, зачем ты себе на первом круге откусил палку? Скажи, пожалуйста, мы тебя ждали на финишной разборке. Зачем ты себе откусил палку? На следующий год. Евгений, у вас сегодня была такая эксклюзивная возможность посмотреть на югорский лыжный марафон глазами квадрокоптера. Вас подбрасывали сегодня на руках. И скажите, как он югорский марафон с высоты? Так же замечательно. Наверху он еще красивее. Такую встречу Евгению устроили в честь его завершения карьеры. Югорский лыжный марафон стал для него первым стартом после того, как он объявил об уходе из профессионального спорта. Так что финиша чемпиона ждали все с нетерпением. Маленько проморгал, стоял, разговаривал. Мы предварительно где-то что-то хотели как-то сделать. И в итоге сделали. А я сейчас стою с вами здесь и стоял там. Вроде пошел сюда, меня останавливают. И останавливают. В итоге Евгения успели поздравить все. В этом году югорский лыжный марафон еще масштабнее. Как по количеству участников, так и по заявленным дистанциям. Впервые спортсмены бежали 50 километров классическим стилем. Такое новшество сделали у нас на празднике Севера. И оно очень прижилось на самом деле. Более того, есть спортсмены, которые бегут два дня подряд марафон. Что тоже на самом деле очень интересно. Поэтому я думаю, оно приживется. У югорского лыжного марафона есть любопытная примета. Победитель в скором времени становится олимпийским чемпионом. Это могут подтвердить Александр Большунов и Сергей Устюгов. Думаю, Иван Якимушкин намек понял. Дмитрий Пришвицин, Ильдар Муратов. Телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.